40 портретов участников СВО и членов их семей могут увидеть посетители выставки «Родина, семья». Авторы этих картин – крымские художники. В своих работах они запечатлели эмоции бойцов, которые возвращаются домой. Их семьи, которые с надеждой ждут, когда вновь увидят родных. И боль тех людей, кто уже никогда не поговорит с сыном, мужем или папой. Все эти эмоции считываются с каждого портрета, ведь цвета картин точно передают то состояние, которое испытывали те, кого рисовали. Мы стали с ними знакомиться, узнавать, чем они живут, писать их. Все картины написаны на пленэре, в прямом взаимодействии с людьми, чтобы мы могли понять, что мы пишем, чтобы мы могли выразить не только как-то внешность, но и характер, ситуацию жизненную у людей через картины. В этом была задача – рассказать о людях языком живописи. При этом художники использовали самые разные техники – от классических акварелей до переложения рисунка на лист металла. А самой необычной работой стала цифровая картина с анимированной живописью. Задача живописи – это передать скорее эмоциональное цветовое состояние. То есть она дает широкий спектр возможностей рассказать о мыслях и чувствах автора, героя. Но не напрямую, а при помощи средств пятной линии. То есть глядя на цвет, человек не всегда может понять или на композицию, почему он что-то испытывает, но эмоции он испытывает. Сначала все работы были показаны на родине художников, а затем они выставлялись в новых регионах. А теперь приехали в Самару, потому что специалисты из города на Волге одними из первых выразили желание показать эти картины своим землякам. В этих картинах пишется время. Время, в котором мы сейчас живем. Это боль, это где-то и радости, и горести. Это то, что происходит со всеми нами. И поэтому вообще искусство, произведение искусства – это тот мостик между поколениями, который останется. Выставку можно увидеть до 31 марта в фойе комплекса «Россия. Моя история». После этого экспозиция переедет в Новосибирск. А в Крыму коллекция картин уже пополняется. Проект стал по-настоящему семейным, и художники продолжают создавать образы своих соотечественников. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Продолжение следует...